друзья привет с вами марк рыбак и смена у нас очень становится холодно на улице как говорил нет старк зима близко мы потому что в сибири но мы с данилом не бросаем наше дело и поэтому снимаем для вас обзоры и сегодня у нас на обзоре очень интересненький объективчик это объектив sigma 1020 со светосилой во всем диапазоне три с половиной это специальный объектив для фотоаппаратов с матрицы psc то есть для фотоаппаратов с crop factor 1 и 6 специальный сверх широкий угол для того чтобы вот даже с учетом crop factor а тут получается с пересчетом у нас 1530 фокусное расстояние вот и я пару дней уже на него снимаю я вам расскажу о своих впечатлениях расскажу технические характеристики этого объектива и также скажу кому он будет полезен кому покупать и сколько он вообще стоит давайте начнем объектив этот довольно сложной конструкции в оптической схеме у нас 13 элементов в 10 группах из них четыре асферических линзы для коррекции нашей дисторсии да и 3 низкодисперсионных линзы то есть он такой весьма там над ним постарались сборка очень хорошая очень такой добротный объективчик у него правда большой диаметр ну видимо это из-за светосилы до диаметр для фильтра 83 по моему при этом у нас внутри бесшумный моторчик и есть постоянный постоянная возможность донаводить резкость то есть можно даже в режиме автофокусов постоянно резкость донаводить вообще объектив это профессионального класса объектив этот конечно такой прям классический пейзажный объектив но поскольку у меня не было возможности вырваться из города я ходил в основном снимал городской пейзаж что я хочу сказать по поводу дисторсии с таким фокусным расстоянием конечно дисторсии никуда не деться дисторсия у этого объектива подушкообразная то есть он тянет углы он не скругляет а наоборот углы вытягивать но я бы не сказал что она такая супер критичная то есть у моего объектива 14 миллиметров явно подушка сильнее и вообще если то есть находить грамотную точку съемки и грамотный ракурс то она так сильно в глаз в глаза не бросается особенно на фокусном расстоянии 20 уже все уменьшается влияние дисторсии на фокусном расстоянии 10 конечно у ее у нас такая подушечка что мама не горюй и естественно я часто снимал архитектурные объекты близко и находясь близко к ним они такие кренящиеся валящиеся но я вам скажу честно я не люблю объективы которые не искажают пространство это линза конечно очень здорово играется с пространством и играется с линейной перспективой все широкоугольники они усиливают линейную перспективу и мне на самом деле это безумно нравится в этой линзе в том числе какие еще характеристики диафрагма 7 лепестковая ну у такого широкоугольного объектива говорить про какой там кружки размытия пробок и я думаю особого смысла нет и вообще тот факт что светосила три с половиной она ну не особо критичная да то есть для для широкоугольника большая светосила вообще не очень то и нужно но все равно это плюс потому что где-то может быть я вчера снимал ночью до тестировал камеру там проверял 3200 чувствительность 6400 да на открытой диафрагме было снимать очень забавно на этот объектив минусы конечно у этой линзы есть минусы потому что такой широкий угол и ну практически все минусы присутствуют виньетка потом хроматит я правда не заметил что так очень критично он хроматил но опять же это все решается там закрытием диафрагмы до 5 и 6 а как я уже говорил для широкоугольника это вообще вполне нормально закрыть диафрагму плюсы очень хорошее интересное фокусное расстояние для тех кто хочет снимать пейзаж для тех кто снимает интерьеры в общем-то для репортажа в репортаже тоже широкий угол очень часто нужен хорошая резкость даже на открытой диафрагме и вообще очень добротный объектив то есть мы когда делали интервью с лёшей трофимовым вот здесь вот будет на него подсказочка лёша как раз вот по моему про этот объектив и говорил то есть он очень добротный внутри металлический стакан в нем расположены все эти линзы но это не значит что ему нужно забивать гвозди вообще ронять нежелательно но объектив профессиональный рассчитан на сложные условия вот лёша там ездит по байкалом зимой и так далее так что если вы снимаете пейзаж думаю что стоит рассмотреть еще один плюс этой линзы это конечно же цена цена 25 тысяч в россии вообще это 400 долларов а как вы знаете для меня объектив который стоит 400 долларов это дешевый объектив тем более с профессиональным качеством хорошая покупка за что я еще люблю сигму и там рон за то что это мультиплатформенные объективы и мы его тестировали на никоне вы можете купить на canon можете купить на sony зеркальную систему можете купить на pentax так что переходите в описании там будут ссылочки на все системы можете сразу же перейти в яндекс маркет и заказать себе такой объектив а сегодня с вами был марк рыбак там же в описании есть все мои контакты вы можете заказать у меня консультацию съемку фото тур или приобрести там мой учебник фотография для начинающих с вами был марк рыбак видеоблог смена подписывайтесь на канал до свидания